Здравствуйте! Это итоговый выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ. И сегодня мы расскажем о самых важных событиях Уфы и Республики за минувшую неделю. В Уфе продолжается строительство подземного перехода за 139 миллионов рублей. В Башкирии разрешили охоту на птицу в период самоизоляции. Орнитологи выступают против. В центре Уфы продолжает разрушаться еще один памятник архитектуры. Реконструкция за 209 миллионов рублей. Как изменится Уфимский парк Победы? По щелчку пальцев пропали гречка и консервы. Жительница ДНР рассказала о жизни во время пандемии. В Уфе продолжается масштабное строительство нового подземного пешеходного перехода. Перейдя по нему, можно будет попасть с монумента дружбы на набережную Белой. Строительство обходится в 139 миллионов рублей. Наша съемочная группа выехала на место. Подробности в следующем сюжете. На сегодняшний день работы завершены на 30%. Выполнено перекрытие улицы Сочинской на одну-вторую часть. Согласована схема организации временного дорожного движения. Сейчас ведутся земляные работы и устройства дренажной ливневой канализации. Часть 12-полосной проезжей части перекрыли до 30 августа. Такая мера связана с тем, что тоннель не готов полностью. На стороне памятника в предполагаемом начале перехода сейчас роют котлован для создания второй половины. После закрытую часть дороги вскроют для продолжения 110-метровой конструкции. В прошлом году эта часть была закончена. Это, как бы, скажем так, условно, выход на набережную. Но так как были определенные сложности с работой на той стороне, а здесь мы вели работы по строительству набережной. И, соответственно, чтобы набережная была закончена, был сделан именно выход подземного перехода комплексно, скажем, с набережной вместе. Чтобы все это смотрелось как единая законченная конструкция. Рядом появится пункт полиции. От вандалов защитит система видеонаблюдения. А в самом переходе, помимо отделки гранитным камнем, строители обещают установить сходы, поручни и пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. После сдачи перехода зебру и светофоры уберут. Подземный переход обещали сдать еще осенью прошлого года. Как заверял подрядчик, строили на опережение графика. Сейчас срок окончания работ сдвинулся на конец 2020 года. Эльнара Хасанова, Сергей Ямаев, Руслан Габидулин. Городской телеканал ЮТВ. Тем временем капитальный ремонт продолжается в Уфимском парке Победы. Начался он еще около года назад. Помимо замены плитки и фонарей, а также отремонтированного спуска к Белой, там появятся и совершенно новые объекты. Каким предстанет парк к юбилею Победы и сколько это будет стоить городскому бюджету, расскажем в нашем сюжете. Арка в форме красной звезды высотой в несколько этажей. Так теперь выглядит вход в Уфимский парк Победы. Масштабные работы по реконструкции и обновлению парка начались еще летом 2019 года. На них из городского бюджета выделили около 209 миллионов рублей. Сейчас, несмотря на пандемию и самоизоляцию, работы продолжаются в обычном режиме. Нужно успеть к 9 мая. На сегодняшний день обустроены пешеходные дорожки, велодорожки, площадки под установку орудий Великой Отечественной войны. Установлены два модульных туалета. Проведены работы по обустройству подъездной дороги, благоустройству территории вокруг Республиканского музея боевой славы. Разработчики проекта утверждают, что постарались учесть пожелания жителей города. Так в парке расширили сеть пешеходных дорожек. При этом ни одно дерево не пострадало. Новые дорожки появились там, где их прежде протоптали сами посетители. Отремонтирована Дежневская лестница, полузаброшенный прежде спуск, ведущий из парка к реке Белой. Здесь установлена входная арка, гранитные парапеты, выложена тротуарная плитка. В данный момент ведутся работы по установке видеонаблюдения на территории Парка Победы. Ведутся работы по установке двух стел для мемориала Героев Советского Союза, дважды Героев Советского Союза, Героев России. В ближайшие недели в парке будет полностью заменено освещение, а также организована навигация. Возле входа появится электронный информационный стенд. Парк продолжит обустраивать и после Дня Победы. Ко 2 августа здесь появится памятник ветеранам воздушно-десантных войск. А для детей будет создана игровая площадка с макетами военной техники. Стараемся подобрать все малые архитектурные формы военной тематики для всех возрастов. Ну, уже с современным подходом, развитием, чтобы детям было интересно зайти, играть и понимать. И знали, как можно было войти и выйти. Из того, что могу сказать, что здесь будет располагаться формы самолета, формы подводной лодки, формы катюши, пушек. Традиционно в День Победы в парке проходит церемония возложения венков к памятнику Александру Матросову имени Галику Байдулину. Власти Башкирии допускают, что в этом году церемонию придется изменить или отложить ради безопасности участников. Но так или иначе, обновленный Парк Победы будет готов встречать гостей. Артем Валитов, Александр Кузнецов и Сергей Ямаев. Городской телеканал ЮТВ. Коронавирус продолжает атаковать, а врачи бороться. Компания Уфанет активно помогает больницам по всей республике. В медучреждения уже передали аппараты ИВЛ и ЭКГ, обеспечили врачей масками и антисептиками. На этот раз рабочая бригада отправилась в Бирскую больницу. Бирская центральная больница. Это главное учреждение Бирского медокруга. Она обслуживает жителей шести районов республики. С начала апреля здесь борются и с COVID-19. Инфекционный корпус полностью переделали для лечения больных коронавирусом. Сейчас здесь находится 15 пациентов. Очень важно соблюдать все эпидемиологические моменты, не нарушать их. И уменьшить контактирование между людьми и персоналом, и пациентами, чтобы строго соблюдался санитарно-эпидемиологический режим. Режим строгий. Весь персонал ходит в масках и перчатках. В инфекционный корпус заходить запрещено. Всю еду, медикаменты, средства защиты приносят в коробках и оставляют у входа. Чтобы не было нарушений, нужен усиленный контроль. Компания Уфанет пришла на помощь. Производилась установка видеокамер в количестве 19 штук получается. Четыре камеры устанавливались внутри зданий. В основном камеры устанавливались за наблюдением территории больницы. Также компания Уфанет передала в больницу антисептики. По словам врачей, сейчас важна любая помощь. Только можно действительно высказать большие слова благодарности тем, кто с пониманием относится к этим сложным периодам в жизни и самой страны, и медицины в частности. Уфанет помогает медучреждениям по всей республике. Компания не только бесплатно проводит и настраивает интернет, но и обеспечивает больницы важным оборудованием. Будет неминуемая война с коронавирусом, и на фронте, на линии фронта будут медики. И вот чем они вооружены, да, то есть они вооружены, понятное дело, клятвой Гиппократа, как под билетом у них в кармане лежит. Но чем еще, то есть вот в первые дни войны, вы знаете, наши солдаты воевали там без винтовок, без оружия, без снарядов там. Ну вот этого не должно повториться, то есть медики должны быть оснащены. Компания передала в больницы два аппарата ИВЛ и 10 ЭКГ, а также средства индивидуальной защиты. Так Уфанет обеспечил защитными экранами сразу несколько больниц в Стерль-Тамаке. По словам руководства компании, несмотря на то, что сейчас бизнес нуждается в поддержке, это не сравнится с поддержкой, которая необходима медицине. Ведь сейчас врачи рискуют своей жизнью. Екатерина Дейнека, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. В Уфе продолжают погибать объекты культурного наследия. Разрушается особняк в центре города. На этот раз это дом Тихонина, построенный в 19 веке. Последние несколько лет он буквально исчезает на глазах уфимцев. 28 апреля обвалилась целая стена и крыша особняка. Кто же ответственен за гибель памятника архитектуры и почему его так и не отреставрировали? Подробности в следующем сюжете. В марте этого года в Уфине защитили от пожара памятник архитектуры дом Бухартовских. В этом месяце город теряет еще одну часть своей истории. Сложно поверить, но на этих кадрах объект культурного наследия – дом Тихонина. Обвалилась целая стена особняка, захватив с собой и крышу. Дом был построен в 19 веке и последние несколько лет исчезает на глазах жителей. Это ведь не просто дома. У них есть история. Старинные дома – это частичка эпохи. Они носят тот дух. Моя семья дружила с самими Тихонинами. У нас и дома, в принципе, рядом находятся, метров 50 друг от друга. Поэтому этот квартал и дом Тихонин лично для меня практически как собственный дом. Стена дома обвалилась из-за сильного ветра, однако разрушаться он начал гораздо раньше. Дом находится на балансе муниципалитета, но ООО «Стройтек», который возводит рядом жилой комплекс, в прошлом году сообщало намерение воссоздать дом. Этот процесс обычно обходится гораздо дешевле реставрации. Однако для этого здание должно лишиться охранного статуса. Дальнейшая его судьба решается о признании его статуса. После того, как будет определён и окончательный его статус, будет принято решение о выставлении его на торги. Так как статус неопределён, торги не могут быть произведены. Торги на аренду. Под арендой будет пониматься также и реставрация данного объекта. Данные процессы не один раз были уже произведены. И апелляции по этим процессам были на предмет того, чтобы исключить данный объект из перечной культурного наследия. Готовность и желание у нас есть для того, чтобы обеспечить безопасность в нашем квартале и обеспечить надлежащий красивый облик нашего квартала. Мы заявились, что мы готовы его именно воссоздать по образцу. Понятно, из нового материала, но на примере таких же домов, как у нас в центре Уфы устанавливается. С одной стороны, по заявлению застройщика «Стройтэкс» статус объекта культурного наследия был снят, юридически был снят. Тем не менее, дом Тихонинах был включён в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации не только приказом начальника Башкутнаследия, который был застройщиком оспорен, но также и приказом замминистра культуры Российской Федерации. А иска какого-либо к Минкульту России застройщикам предъявлено не было. И на данный момент дом Тихонинах продолжает оставаться под госохраной, он продолжает находиться в едином госреестре объектов культурного наследия. Здание разрушается так же давно, как и идут разбирательства в судах. Последние три года дом Тихонина то признают объектом культурного наследия республики, то таковым перестают считать. Несмотря на всё это, ответственность за его сохранность по-прежнему лежит на администрации города. Ну, он был доведён до такого состояния изначально несколько лет назад. А потом просто, ну да, статус есть, судебные тяжбы идут. Но никаких конкретных мер от собственника памятника предпринято не было. Почему город не выставляет на торги, не отдаёт застройщику стройтех под реставрацию? То есть нам непонятна логика. В день обрушения стены районная администрация собрала совещание. Чиновники приняли решение выставить металлическое ограждение, протянуть сигнальную ленту и запретить проход на территорию. Дальнейшая судьба здания пока неизвестна. Эльна Рахасанова, Анастасия Никишина, Роман Нагуманов и Александр Кузнецов. Городской телеканал ЮТВ. В Башкирии с конца апреля разрешили весеннюю охоту на птицу. Несмотря на борьбу с браконьерами, орнитологи всё равно бьют тревогу. Почему, расскажет наш корреспондент. Утка – один из главных трофеев весенней охоты. Как только в Башкирии, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, разрешили отстрел пернатой дичи, группы охотников тут же поторопились отправиться на промысел. Сезон охоты на птицу закончится уже 4 мая. Открыта весенняя охота на 10 дней, на селезни уток, на гусей, кроме серого гуся. Вайшлеб, серый ворона, ну в охотхозяйствах ещё на бороводич. Самец глухаря, самцы тегрева. Однако с весенней охотой связано множество правил. Отстреливать можно только самцов. При этом охотник должен сидеть в шалаше или в специальной засидке. Ходовая охота сейчас строго запрещена. Популяция должна ежегодно возрастать. Весная охота закрыта, ходовая. Ходите должны строго сидеть в укрытии, чтобы не пострелить тут только самок. Но ради богатой добычи некоторые охотники готовы нарушить все правила. Поэтому сотрудники надзорных служб и Росгвардии прочесывают охотничьи угодья. У них начался свой собственный сезон охоты на браконьеров. Если проблема с документами, допустим, нет разрешения или нарушил правила охоты, нами составляется административный протокол, потом уже по результатам отправляется мировой суд нарушителей, накладывается административный штраф или же лишение права на охоту от года до двух лет. Проверяем законность этого оружия, состоит ли оно на учете, соответственно, разрешение на его хранение, срок его действия. Сверяем модель, номер, чтобы оно не было просроченным, соответственно, и условия правил нарушения хранения этого оружия. Если окажется, что сроки действия его закончились, то оружие изымается и помещается на хранение органов внутренних дел. Поймать настоящего браконьера не так-то просто. Чаще всего он предпочитает передвигаться на своих двоих, а не на машине. Так шанс попасться гораздо меньше, а добыча может его просто не услышать. Орнитологи и биологи забили тревогу. Весенняя охота, по их мнению, и раньше приносила птицам много проблем. А теперь, когда охотиться запретили почти по всей России, может привлечь охотников из соседних регионов. Весенняя охота затрагивает как раз-таки популяции, которые готовы к размножению. Пары формируются еще на зимовках, и птицы летят уже готовые, гормональные, физически, к периоду размножения. Если вы убили самца, то у самки уже не будет потомства, если она не найдет другого партнера. Шум тоже может быть фактором беспокойства, и для самки, которая уже, может быть, насиживает яйца. В принципе, как бы даже чисто с человеческой стороны, весенняя охота – это варварство. Охотники со всей республики собрали около 5000 подписей с просьбой оставить весенний сезон. Однако нерешенной остается судьба летне-осеннего сезона, который длится дольше трех месяцев и занимает особое место в жизни каждого охотника. Егор Полторыхин, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ. Журналисты редакции телеканала ЮТВ выходят на связь с нашими соотечественниками, которые живут в разных уголках мира. Мы узнаем, как страна, город, республика, где они находятся, переживает коронавирус. В Донецкой Народной Республике, например, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зафиксирован в конце марта. Сейчас там введен режим повышенной готовности, а на врачей завозят уголовные дела. Местная жительница рассказала, как ДНР переживает непростые времена. На улицах пешеходы, автомобили и общественный транспорт. Так выглядит Донецк во время пандемии. Сейчас в ДНР введен режим повышенной готовности. Людей обязывают соблюдать социальную дистанцию, а общественное заведение – работать до 6 часов вечера. Местная жительница Татьяна Буй рассказала, как в республике обстоит ситуация с коронавирусом. Власти ДНР ввели ряд ограничительных мер для предотвращения распространения заболеваний, таких как перевод учеников, студентов на дистанционное обучение, введение масочного режима и запрет на какие-либо культурные мероприятия, то есть закрытые театры, кинотеатры. Первый случай заболевания коронавирусом в ДНР зафиксировали в конце марта. Его выявили у женщины, которая на машине вместе с семьей приехала из Москвы. На 28 апреля в республике зарегистрировано 89 случаев COVID-19. 9 человек выздоровели, двое погибли, остальные – на лечение. Внутри республики вирус пока не распространяется, и людям сразу же был оказан необходимый медицинский уход, их поместили на изоляцию, поэтому можно сказать, что ситуация находится под контролем. Но из-за халатности врача в ДНР было заведено первое уголовное дело. Медработника подозревают в массовом заражении людей. Из-за этого были закрыты на карантин отделения двух больниц. Однако Татьяна рассказывает, что ситуация усугубилась намного раньше, когда Россия в конце марта полностью закрыла границы. Несмотря на то, что у нас здесь еще не было ни одного зараженного, у людей поднялась паника из-за того, что если границы перекрыты, то, возможно, будут проблемы с продуктами питания. И в раз, буквально по щелчку вот так вот пальцев, пропала гречка, пропали все консервы, тушенка, пропала туалетная бумага. Также обстояли дела и в аптеках. По словам девушки, невозможно было купить маски, перчатки, перекись водорода, спирт. Если ситуация с продуктами все же была налажена, то проблема нехватки медицинских товаров остается до сих пор. Если где-то и оставались маски, то цены на них поднимали в 5-10 раз больше. Никто не думал о населении, потому что всегда найдется тот, кто хочет нажиться. Ну, цены, естественно, не опускаются на данном этапе. Спрос очень большой, предложения в принципе нет. Татьяна говорит, власти стараются поддерживать население. Например, ветеранов Великой Отечественной войны будут обеспечивать бесплатными лекарствами. Кроме того, в ДНР запрещено штрафовать население за неоплаченные услуги ЖКХ. Этот запрет продлится до конца 2020 года. Поэтому люди смогли немножечко выдохнуть хотя бы в этом случае. Жители Донецкой Народной Республики, как и весь мир, надеются, что ситуация в скором времени стабилизируется. И жизнь, хоть и неспокойная, вернется в прежнее русло. Рустам Нурешев, городской телеканал ЮТВ. Кстати, истории о жизни в период пандемии в Штатах, Таиланде, Германии, Норвегии, Италии, Израиле и Чехии можно посмотреть на нашем Ютуб-канале или на сайте ЮТВ.РУ. Природа очистилась настолько, что в центр Уфы вернулись лесные зайцы. Ночью 28 апреля в центре города прогуливался лесной заяц Русак. Его запечатлела камера наблюдения компании Уфанет. На кадрах видно, как заяц допрыгал до шлагбаума и остановился. Видимо, решил подумать, куда следовать дальше. Построив свой маршрут, Русак бегом пересек улицу Бессонова и скрылся во дворах. Предположительно, он появился со стороны трамвайного депо. Дальнейший путь следования зайца проследить не удалось. В России предложили наказывать чиновников за хамство. Законопроект, предусматривающий наказание за хамство и оскорбление в отношении граждан, внесут в Государственную Думу. О том, к чему теперь может привести грубость со стороны госслужащего, расскажет наш гость из Сербии Мирка Здравич. Смотрите из России с любовью. Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Порой диалог между чиновниками и представителями народа не очень-то клеится. Страсти накаляются слово за слово, и кто-нибудь ненароком обидит другого крепким словцом. У нас демократия. Один гражданин имеет право нахамить другому. Статья... Не помню. Статья действительно есть. Например, если публично оскорбить представителя власти при исполнении, то можно схлопотать уголовное дело. И тут либо штраф, либо исправительные работы. И даже в интернете отыграться не получится. Пара-тройка оскорблений, и можно на 15 суток присесть. А вот если возникает обратная ситуация, и под словесный обстрел попадает обычный гражданин, то тут уж извините. Если чиновник и получит какое наказание, то ограничится разве что муками совести. Иными словами, никакого наказания. Козёл, б***ь! У тебя никогда никаких прав не было! Нет и не будет! Но скоро ситуация изменится. Об этом сообщит глава комитета Нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн. Законопроект, наказывающий чиновников за хамство и оскорбление в отношении граждан, вынесут в Государственную Думу. Вот это другое дело. С этого надо было начинать. Теперь государственный служащий, имевший неосторожность кого-нибудь оскорбить, будет привлечён к административному наказанию в виде штрафа до 100 тысяч рублей и дисквалификации до одного года. При повторном же нарушении штара вырастет до 150 тысяч, а потерять рабочее место можно на срок до двух лет. Как же я теперь со всеми общаться буду? Не так давно глава Чувашии Михаил Игнатьев, выдавая ключи офицеру МЧС, решил, что будет забавно, если офицеру придётся добывать их в прыжке. Однако шалость не удалась, вследствие чего Игнатьев был снят с должности по распоряжению президента. Ещё один пример. Бывший замглавы Минпромторга Дмитрий Овсяников, который на требование показать посадочный талон в аэропорту, показал всю красоту великого и могучего, за что и был исключён из партии. Инициатива наказывать за хамство, конечно, хорошая. Вот только не совсем понятно, как теперь общаться с народом, если этот диалект будет упразднён. Так ведь и социальные навыки потерять можно. До скорых встреч. А у меня на этом всё. Сюжеты наших корреспондентов, а также много другой полезной и интересной информации, вы найдёте на нашем сайте. Будьте здоровы и до свидания. Город, в котором кипит жизнь. Город, который делает нас сильнее. Город, который заставляет нас улыбаться. Город, где каждый хочет быть услышанным. Город, который меняется. Город, который мы любим и который любит нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова